Привет, народ! Ну, прежде всего, я хотел бы извиниться перед вами за то, что в субботу не было новостного выпуска. Вы же знаете, да, что за последний год это первый раз. Мы можем откладывать обзоры, всё что угодно, но новости у нас всегда выходили по расписанию. Так уж сложилось. У меня в семье там произошёл форс-мажор, мне там пришлось ехать, в общем, неважно. Вот поэтому мы выкладывали те ролики, которые заготавливали на потом. Вот просто, чтобы вам было чё посмотреть. Хотя, если честно, меня немного расстроила ваша реакция. Некоторые всерьёз писали, что я не выпустил ролик только потому, что мне хотелось разозлить аудиторию. Что вообще за бред? В чём логика? Ну, да ладно. Вот давайте-ка прямо сейчас наверстаем упущенное. Усаживайтесь поудобнее. Понеслась. Первое громкое событие. Стоимость биткоина обрушилась до 37 тысяч долларов и продолжает падать. Хотя, казалось бы, ещё в апреле цена достигла рекордных 65 тысяч. Отчасти это, конечно, заслуга Илона Маска, который внезапно раскритиковал биткоин. А отчасти это заслуга китайских властей, которые стали активно бороться с добытчиками криптовалют. И даже создали специальную горячую линию для доносов на майнеров. Выглядит так, будто уже совсем скоро можно будет пойти в магазин и взять себе с полки одну из пылящихся на ней RTX 3060. Да ещё и по официальной цене. Эх, мечты. А теперь коротко о Google Pixel 6 и 6 Pro. Судя по всему, Джон Просер не обманул нас. И смартфоны действительно будут выглядеть именно так. И хотя со мной не все согласны, лично я считаю такой дизайн гораздо интереснее и свежее, чем у всех предыдущих поколений Pixel. Но и это ещё не всё. В сети уже появились предполагаемые характеристики смартфонов и даже стоимость версии Pro. Обращаю внимание на фирменный процессор Google Whitechapel, которому пророчат производительность на уровне Snapdragon 870. Честно говоря, я уже и забыл, когда так сильно ждал выхода нового смартфона Google Pixel. А так, мне кажется, что сотрудничество Google и Samsung пошло на пользу обеим компаниям. Google обзавелись опытным партнёром, который готов помогать как с проектированием железа, так и с разработкой ПО. Samsung, в свою очередь, смогли увеличить гарантированный срок поддержки ПО своих смартфонов. И теперь готовят умные часы на Wear OS. Мало того, я уверен, что у компании есть ещё много неочевидных выгод, о которых мы с вами не знаем. Но главное, что мы с вами, покупатели, тоже остаёмся в плюсе. Ну, во всяком случае, вот так вот на первый взгляд. Ну, а там посмотрим. А сейчас, внимание, я подскажу вам ценный телеграм-канал, на который стоит подписаться, чтобы знать больше полезной, актуальной информации, которая обязательно пригодится вам на практике. Например, именно там я узнал, как можно прочитать входящие сообщения в Инстаграм, чтобы собеседник об этом не знал. Согласитесь, иногда бывает полезно. Но там есть и другие фишки. Например, как восстановить всю удалённую переписку ВКонтакте. Или как получить доступ к заблокированным чатам в Телеграм. Скрытые возможности приложений, секреты безопасности в интернете, лайфхаки операционных систем и уязвимости популярных сайтов. Всё это и ещё очень много другой ценной информации вы можете найти в Телеграм-канале «Не баг, а фича». Вообще, кроме шуток, там действительно много всего интересного. Я реально надолго залип. Но обращаю внимание, что у канала много клонов, которые тупо берут и копируют контент копипастом. И как контент-мейкеры понимают, что это самое злейшее зло. Поэтому призываю вас подписываться только на оригинальный канал, чтобы парни развивались и продолжали радовать нас эксклюзивами. Ссылка в описании. Что ни говори, а Xiaomi потихоньку начинает борзеть. И в этом году случилось то, чего я, ну, никак не ожидал. Samsung внезапно всерьёз взялись за свой мобильный сегмент. Как я уже сказал, Samsung заколабились с Google и продлили поддержку ПО своих смартфонов. А чуть позже должны представить мобильные процессоры с графикой от AMD, которые обещают порвать даже Apple A14 Bionic. В бюджетном сегменте тоже произошли изменения. Сейчас я реально не знаю, какой смартфон лучше выбрать. Redmi Note 10 Pro или же Galaxy A52. Потому что у каждой из этих моделей есть свои сильные стороны. А если вы прямо сейчас думаете купить себе какой-нибудь Xiaomi Mi 11, я вам предлагаю притормозить. Потому что уже совсем скоро может появиться достойная альтернатива. Если верить утечкам, новый Galaxy S21 Fan Edition должен оказаться не только дешевле своего старшего флагманского брата, но и технически привлекательнее. Судя по отчёту в Geekbench, он получит Snapdragon 888. А минимальный объём оперативки будет 6 гигов. Что как бы в самый раз. Ну а в плане стабильности прошивки, смартфон на Samsung всё-таки явно лучше, чем Xiaomi. В последнее время у MIUI постоянно какие-то проблемы. Конечно, нельзя исключать того, что чуть позже к нам этот смартфон приедет с процессором Exynos. Но это вряд ли. Потому что Galaxy S20 Fan Edition, вы помните, да? Вот буквально недавно приехал в наши страны на Snapdragon. Видимо, они отказались в младшей линейке от чипов Exynos. Ну а если смотреть на логику. А так, посмотрим. Но ещё интереснее выглядит новый фирменный интерфейс Samsung Split UI. Который умеет быстро подстраиваться под динамически меняющееся разрешение экрана, ориентацию, соотношение сторон, размер и так далее. На первый взгляд, выглядит здорово. И я уверен, вы уже догадались, зачем Samsung понадобилось разрабатывать такой интерфейс. Видимо, всякого рода складные и растягивающиеся смартфоны, это неизбежное будущее. Но, во всяком случае, Samsung в это верит. И мне кажется, что перед созданием каждой новинки, они делают какие-то опросы, какие-то исследования. То есть, вот эти все решения, они взвешены. Ведь Samsung работает настоящий специалист. То есть, это не контора какого-то низкого уровня. Это вам не третий эшелон китайский. Нет, это Samsung. Компания номер один по продажам смартфонов во всём мире. Хотя, есть один путь развития смартфонов, который меня не только пугает, но и заставляет усомниться в крутости экспертов Samsung. Дело в том, что корейцы какого-то хрена решили, что традиционные физические кнопки недостаточно удобны. Поэтому Galaxy Z Fold 3 рискует получить сенсорные кнопки. Ну окей, представим, что в этом мире существуют люди, которым не сильно нравятся физические кнопки. Окей, допустим. Но с чего вы взяли, что им сразу же нужны сенсорные кнопки? Вы у людей хотя бы спрашивали? Вот я ради интереса прямо сегодня перед выпуском новостей устрою опрос в нашем телеграм-канале. И вы посмотрите на результат. Вот, ссылка будет в описании, зайдёте, посмотрите. Я же вам говорю, что сенсорные кнопки неудобны. Я их юзал. Это какая-то срака. И мне кажется, что в этом вопросе Samsung глубоко ошибаются. Правительство США использовало практически все рычаги давления на компанию Huawei, чтобы та перестала существовать. Но дело в том, что Huawei в свою очередь делает всё, чтобы выжить. И вот совсем недавно компания подала заявку на регистрацию торговой марки Kirin процессора. Мало того, целый ряд китайских информаторов говорят о том, что уже до конца этого года Huawei закончит работу над процессором Kirin 9010, который будет основан на техпроцессе 3 нанометра. А чтобы не попасть под санкции США, практически наверняка новые чипы будут основаны на архитектуре ARMv9. Но давайте не забывать, что Huawei не сможет сама производить эти процессоры. В любом случае, им нужно будет обращаться к таким гуру, как TSMC, которые сейчас загружены. И раньше, чем в следующем году, заняться выполнением заказа они точно не смогут. А теперь буквально несколько слов о якобы независимой компании Honor. Ещё не вышедшая модель Honor 50 снова наделала шума. Когда в сети один за другим появились официальные подтверждения того, что смартфон получит новый процессор Snapdragon 778 от Qualcomm. И самое главное, поддержку Google сервисов прямо из коробки. Правда, чуть позже Honor удалила информацию со своих официальных страниц о Google сервисах. Поэтому пока непонятно, их не будет или же компания нас интригует, чтобы потом как-то обрадовать. Apple такие молодцы. Я вот смотрю новости и понимаю, что они успешные ребята. Вот значит, настоящие победители. Смотрите сами. Мировая выручка от продажи всех смартфонов за первый квартал 2021 года составила больше 100 миллиардов долларов. И Apple смогла откусить от всего этого пирога целых 42%. То есть почти половина всей прибыли принадлежит купертиновцам. И всё это из-за успешных продаж 12-х айфонов. Думаю, вы поняли, что они зарабатывают не за счёт количества проданных устройств, а за счёт маржинальности. Давайте приведу пример. Если, допустим, Xiaomi нужно продать 20 своих бюджетников, то Apple достаточно одного. Ведь у них, по сути, одни флагманы. А на флагманах зарабатывают гораздо больше. Вот, собственно, и посчитайте. Вы тогда зададите резонный вопрос. А какого хрена китайцы такие альтруисты? Почему они не зарабатывают на своих продуктах больше? Зачем играть во все эти игры с зазором 5% на смартфоне? Быту и теория, что все эти компании подконтрольны Китаю. И чтобы получить какие-то данные о том или ином человеке, правительству не нужно долго упрашивать бренд. Вернее, с этим вообще нет проблем. Хочешь работать? Сотрудничай. Другое дело Apple. Помните их недавние рассказы про заботу о конфиденциальности пользователей? Устроим революцию во всей индустрии. Пойдём против системы. Все владельцы айфонов теперь под нашей защитой. Вступай в партию над кушанное яблоко. И, кстати, людей, которые вступили и поверили во всю эту чушь, немало. Я же хочу задать вопрос, как вообще во всё это можно верить? Недавно ребята из издательства The New York Times провели расследование, по итогам которого выяснилось, что Apple очень плотно сотрудничает с властями Китая. И в основном благодаря этому страна лояльна к вражескому бренду. На самом деле там была проделана колоссальная работа, и на эту тему можно было бы смело пилить отдельный выпуск. Но, друзья, у нас уже в очереди стоит 4 обзора, поэтому давайте-ка я попробую уложиться в пару минут. Сначала отвечу на вопрос, какие аргументы приводят журналисты. Первый. Китайские власти имеют право фильтровать контент в App Store. Допустим, материал, который так или иначе подрывает авторитет властей КНР, может быть спокойно удалён. За период с июня 2018 года по июнь 2020 года Apple удовлетворила 91% запросов китайских чиновников на удаление приложений. Для примера, в других странах за этот же срок из магазина приложений было удалено всего 40% утилит. Ну и главный аргумент. Севера Apple с данными китайских пользователей находятся в Поднебесной. По словам экспертов по безопасности и инженеров Apple, в центрах обработки данных компаний в Китае нет механизмов, которые бы могли помешать китайским властям получить доступ к электронной почте, фотографиям, документам, контактам и местоположениям миллионов жителей Китая. То есть фактически информация не защищена и при желании её несложно заполучить. Это как компромисс со стороны Apple. С одной стороны, она ничего официально не передаёт китайским властям, но и не мешает ей ничего брать. То есть в случае чего они могут спокойно сказать, мы не при делах, а не сами. То есть вы его убили? Нет, его гравитация убила. На самом деле всем, кто заинтересовался, я настоятельно рекомендую прочесть оригинальную статью. Там намного больше инфы. Я лишь собрал главное, на мой взгляд. И вот после этого я ещё раз хочу задать вопрос людям, которые поверили в благие намерения Apple и песни о конфиденциальности. Вы действительно думаете, что компания печётся именно о вашей заднице, а не о своей? На мой взгляд, единственная цель у этой капиталистической машины – рубить бабло любыми возможными способами. Если для этого нужно лицемерить, будут лицемерить. Прогнуться под правительство какой-либо страны – не проблема. Главное, чтобы всё было по-тихому. Но, рано или поздно, всё тайное становится явным. И, кстати, во всей этой истории я не буду защищать китайских производителей, потому что уверен, они занимаются тем же. Тут уж извините, куда деваться. Xiaomi Redmi Note 10 Ultra. Согласитесь, звучит достаточно пафосно. Ну, хоть и банально. И этот смартфон действительно существует. А знаете, где его обнаружили? Попробуйте угадать. Уверен, что для постоянных зрителей нашего канала это вообще не составит никакого труда. Правильно. В метро. Да, у китайцев с этим совсем всё плохо. На самом деле, это может быть любой смартфон с фронталкой по центру. Сейчас большинство новинок на одно лицо. Поэтому нет смысла разбираться, фейк это или нет. Какая разница, если выглядеть он будет именно так? Тут вас больше должны заинтересовать технические характеристики аппарата. Потому что при цене до 300 долларов они выглядят чертовски привлекательнее. Процессор Dimensity 1100. Быстрая память UFS 3.1. Дисплей 120 Гц, хоть и IPS. Емкий аккумулятор и быстрая зарядка. Что еще нужно за эти бабки? Это самый что ни на есть флагман за копейки. И кстати, его задник будет отличаться от привычных нам ретмиков. Обратите внимание на текстуру крышки и блок камер. По-моему, выглядит вполне неплохо. Еще в прошлом выпуске я вам рассказывал о существовании двух младших версий Note 10. Они также будут отличаться от глобальных вариантов. По слухам, прошка получит процессор Dimensity 900. Для среднебюджетника это прямо вау. Короче, красота. Официально эти смартфоны должны представить уже завтра. Жаль, что радоваться этому событию должны только жители Поднебесной. Потому что дальше Китая аппараты не уедут. Еще в ближайшем будущем Redmi должны показать какой-то крутой флагман с 50-мегапиксельной большой матрицей. Об этом заявил известный информатор Digital Chat Station. Видимо, это будет ответ Redmi на старших братьев из серии Mi 11. Надеюсь, что бренд не лоханется и наконец-таки завезет этому смартфону беспроводную зарядку. Потому что, ну, есть у Redmi с этим определенные проблемы. Вообще, интересно, что это может быть за аппарат. Одно я знаю точно, к линейке Redmi Note 10 он не имеет никакого отношения. Еще интересно то, какие новинки производитель показывает в Китае и какие у нас. На самом деле, это довольно больная тема. Да вы сейчас и сами все увидите. Готовы? Встречайте. Redmi Note 8 2021. Да, его все-таки представили. Правда, сделали это негромко. На официальном сайте появилась страница с новым продуктом. И, собственно, все. Если вкратце, выглядит он как тот самый ветеран. Из существенного заменили процессор на Helio G85 и завезли MIUI 12.5. Ммм, собственно, все. Честно, я вообще не понимаю, зачем он нужен. Хотите купить себе рублевый аппарат? Ну, обратите внимание на Poco M3, либо же Redmi Note 9. Не думаю, что Note 8 2021 будет стоить существенно дешевле. То есть, в нем попросту нет смысла. Но производитель надеется на то, что когда-то эти аппараты продавались миллионными тиражами. А вось второй раз прокатит. Но я так не думаю. И да, этот смартфон будет официально продаваться в наших странах. Так что встречайте хит-продаж. Ну и напоследок, я, как всегда, подготовил для вас немного свежей дичи. Надеюсь, вам понравится. Японцы снова представили очередной гаджет для борьбы с одиночеством. Надеюсь, вы еще не забыли про шерстяную подушку с кошачьим хвостом, которая мурчит, когда ее гладят. В общем, держите новую версию, которая называется Meow Ever. Всего за 103 доллара. Новинка выглядит как старый, потрепанный жизнью кот-инвалид. У него нет морды и лап. Но зато теперь он не только мурлычет, но и имитирует дыхание. Мало того, вы даже можете ставить в него нагретый в микроволновке пакет с гелем, который сделает кота теплым. Как по мне, это какая-то жуткая хрень. Но главное, японцы в восторге. Сборы на краудфандинге длятся всего-навсего несколько дней. И за этот промежуток времени кот-инвалид собрал сумму, превышающую необходимую, в 30 раз. Как это работает, я не знаю. Кот без лап и без морды. Охренеть! Ну и чисто для добивки зацените шестой робопалец, который можно распечатать на 3D принтере. Причем участники исследования быстро освоили его использование. И заявили, что со временем робопалец начал ощущаться как часть их тела. Они даже продолжали на автомате пользоваться им, когда отвлекались. Короче, я даже не знаю, как ко всему этому относиться. Вроде бы все испытуемые остались довольны. Говорят, что, блин, шестой палец это просто находка. Они бы хотели шестой палец. Но я смотрю на все это и охреневаю. Ни разу в жизни я не испытывал дискомфорт от того, что у меня на руке всего-навсего 5 пальцев. Мне никогда не нужен был шестой палец. Вам нужен шестой палец или нет? Вот напишите в комментариях. Мне кажется, людям просто нечем заняться. Ладно, друзья. У меня на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал. Потому что, зная, что 50% людей, которые смотрят наши ролики, они до сих пор не подписаны. Неужели вам так тяжело нажать на эту красную кнопку, на этот колокольчик и написать комментарий? Друзья, на самом деле. Да прибудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok